Две недели усердных тренировок уже за плечами участниц телепроекта «Реформа» от группы компаний «О-Медиа». Напомню, три девушки после кастинга, что прошел в фитнес-клубе премиум-класса «Хоупфитнес», прошли медицинское обследование в клинике докторов. Это генеральный партнер проекта. Как сейчас у них выстроена спортивная программа и что для них подготовили еще подробности, в следующем сюжете у Марии Ливанян. Каждая тренировка у нас начинается со слов «я придумала». И дальше сюрприз! Разминка – индивидуальная программа физических нагрузок. Вторую неделю участницы телепроекта «Реформа» от «О-Медиа» преображаются вместе с персональными тренерами фитнес-центра премиум-класса «Хоупфитнес». У «Орионы» сильнее развиты мышцы ног, поэтому на тренажерах мы уже можем брать какой-то небольшой вес. Что касается рук, мы пока не можем брать гантели, штанги большие, поэтому мы работаем с резинками, мы работаем с небольшими весами и укрепляем как раз-таки мышцы кора, мышцы спины и сами руки непосредственно. Самое важное – следить за пульсом, потому что нам важно достичь пульса жиросжигания, ни в коем случае, чтобы не было никаких последствий для здоровья, так как у полных людей присутствуют такие вещи, как одышка, какая-то слабость мышечная, суставы, могут быть проблемы. У «Орионы» Мехонцевой по результатам исследования с помощью аппарата «Инбоди», который изучает материи клеток тела, в идеале нужно сбросить чуть больше четверти от стартового веса. Что касается питания, в организме девушки нормальное содержание протеина и минералов. А вот немного превышенный уровень воды говорит об отечности. Улыбка на лице «Орионы» при выполнении упражнений по программе тренера – это энтузиазм и полное доверие наставнику. Девушка признается, никогда раньше физические нагрузки не приносили столько удовольствия и мотивации, как сейчас. Я когда не занималась, я чувствовала себя намного хуже, в том плане, что у меня была апатия, мне ничего не хотелось делать, то есть ты и так ничего не делал, и еще не хотелось, то есть совсем. А здесь ты вроде потренировался, ты вроде прям устал, вымотан, но идешь домой и есть приятная усталость, как будто бы внутри больше энергии становится. То есть ты думаешь, а завтра я еще приду, а я вот это хочу сделать или вот то хочу. То есть как-то начинаешь мыслить позитивно. Без позитива не проходят встречи в тренажерном зале клуба «Хоук-фитнес» у Юлии Бессолицыной с ее тренером Мариной Понасюк. Для похудения рекомендовано до 2200 калорий. А ты ешь как раз таки, чтобы поддержать жизнь недели своих внутренних органов. И тело – наше очень умное организм, а когда ты ешь сверх ниже нормы, он у тебя все откладывает. Потому что он жадничает и испытывает чувство стресса. К сожалению, испытывая чувство стресса, он и накапливает этот жирок. Марина Понасюк – спортсмен с большим опытом планирует обновлять план тренировок для Юлии каждые 2-3 недели. Но точно известно, что в программу не станут включать прыжки, пока у участницы будет лишний вес. А его по результатам аппарата «Инбоди» более 30 килограммов. Медленно, но определенно верно сургутянки следуют к иному правильному образу жизни и заветному отражению в зеркале, а также цифрам на весах. Уже завтра Юлия Ориона и Наталья встретятся с диетологом телепроекта «Реформа» от ОМЕДИА. Смотрите премьеры серий в социальной сети ВКонтакте на страничке группы ОМЕДИА. Следите за новостями в телеграм-канале ОМЕДИА и будьте в центре событий. Мария Ливанян, Карина Алексанян, Ксения Литвинова, Владимир Фёдоров, Сургут-24.